Всем привет! Когда к вам приходит новичок, человек, который не имеет никакого багажа, никакого опыта работы в сетевом маркетинге, то там все просто. Вы уже четко знаете, что такое фундаментальные основы, какие-то базовые понятия. Я это называю начальная школа. Как правильно организовать социальные сети, как ввести эти аккаунты в социальных сетях, каким контентом следует пользоваться, что не нужно публиковать, с какой интенсивностью продвигать бизнес, как правильно оформить YouTube, что такое хэштеги, ключевые слова, как в социальные сети, в Skype, в Twitter правильно поставить именно нужные фотографии, нужные ссылки. В общем, знаний именно базовых очень много, и их тоже нужно партнерам давать, потому что они будут делать ошибки, потому что они сожгут вокруг себя весь рынок, и потом будут тыкаться там где-то среди холодных контактов, тоже делать ошибки, и, скорее всего, очень быстро сдуются, разочаруются, испугаются, и поймут, что это, скорее всего, их не будет бизнес идти, и вообще сетево это не мое. Но когда приходят люди, у которых за спиной есть уже одна, или две, или три, или пять компаний сетевого маркетинга, когда у этих людей был хоть какой-то, может быть, даже вполне серьезный ранг, они достигли определенной квалификации по каким-то объективным, либо субъективным причинам из той предыдущей сетевой компании ушли. Это, быть может, продукт, это, быть может, маркетинг-план, который давал намного меньше денег, чем дает наш, и вот этим людям нужно что-то дать. Для этого вы должны быть экспертом. Для этого вы должны быть постоянным. И для этого вы должны очень четко понимать, как именно работает наш маркетинг-план. Какие там особенности в этом маркетинг-плане, и какие там возможности. Так вот, пришел человек, имеющий очень четкие знания и вот эти самые базовые понятия сетевого маркетинга. И вам не нужно рассказывать, как вести социальную сеть, вам все делать правильно. У него уже нормальный YouTube-канал, и на этом YouTube-канале есть достаточное количество подписчиков. Теперь нужно начать рекрутировать людей, продвигать бизнес, рассказывать о продукте, делать это все правильно. И когда будут появляться партнеры, нужно заняться правильной, полезной, эффективной архитектурой бинара. У нас бинарный тип маркетинг-плана, и здесь есть огромный потенциал. Когда приходит человек, который ничего не понимает в интернет-бизнесе, никогда не работал, и это первая его сетевая компания, ему вот это вот все не подходит. Почему? Потому что ему будет очень трудно. Он будет заказывать продукт, он будет пользоваться этим продуктом, получать результат, рассказывать людям. У него все будет идти нормально, стабильно, но потихоньку. И это тоже нормально, потому что таких людей очень много. Но когда к нам приходит человек, который готов стать тем самым реактивным самолетом, той самой ракетой, то все-таки какое-то количество подсказок нужно сделать. Я здесь всю легенду расшифровал. Так вот, ну вы, это понятно, что это ваш аккаунт. Так вот, если ваши намерения четко обозначены, и вы здесь надолго, а не просто так, ну я попробую ее. Бизнес не пробую, бизнес делаю. Так вот, если вы пришли делать, то я рекомендую себе создать еще два клона. Вы приходите к своим родным, которым вы доверяете, к маме, к брату, к папе, к сестре, к жене, к сыну, к тете, к племяннице, к уму, к свату, кому угодно. И говорите, слушай, я начал качать тему, очень крутую, мне здесь нравится, все подходит, но мне еще нужны два места. Я сам буду за них платить, я сам буду их качать, вместе со своим основным местом, вы ничего не заморачивайтесь, и мне просто нужны эти места, я буду, соответственно, ими управлять. И, конечно же, кто-то согласится. Ну, может быть, это слишком большая военная тайна, но я зарегистрировал маму, и мама даже до сих пор не знает, что у нее есть достаточно хороший, достаточно вкусный аккаунт в моей системе, в моем бинаре, в моей команде. Так вот, вы говорите, что если когда-то вы захотите работать, то я вам с радостью это бизнес-место отдам, и оно у вас уже будет такое теплое, хорошая там команда, какие-то даже могут быть жирные там бонусы, баллы, вы быстро все там монетизируете. Ну, а нет, так они мне самому понадобятся. Кроме того, когда бизнес разовьется, и, ну, такая будет стремительная ситуация, что будет все развиваться, и вдруг вам приходит лидер, в принципе, одно из этих щедрых, жирных мест можно будет этому лидеру отдать. Ну, что называется, продать такое место. То есть человек придет, он сделает под вами хороший товарооборот, он пригласит достаточное количество партнеров, или заберет этих партнеров со своей структуры, с другой компании, тоже по каким-то объективным, субъективным причинам, и вы ему скажете, ты знаешь, друг, ты не будешь с нуля все это начинать, я тебе отдам крутое место. Обычно, когда компания только в самом начале, только-только начала раскручиваться, умные, грамотные сетевики, именно под собой, быстро там делают мест 10-15, и эти мест 10-15 рано или поздно становятся лакомым угощением, некое такое вот золотым парашютом, я бы сказал, но только не при увольнении, а при присоединении для лидеров, лидеров других компаний, которые переходят в вашу структуру. Итак, вы сделали два клона, один слева, один справа, назовем его один мама, другой брат. Вы начали, вы их не активируете, даже не обязательно, вы не пропланируете, не заходите с золотым треугольником. Те, кто не в теме, они не поймут, но, то есть обычно наставники, самые такие вот ушлые, и которые, как правило, сами не зарабатывают, они где-то подслушали, где-то услышали, они говорят, слушай, ну, чтобы тут очень хорошо преуспеть, ну, да, надо зайти с золотым треугольником. Ну, то есть, вы проплачиваете по максимуму свой аккаунт, вы, ну, и еще мама и брат вы тоже оплачиваете. В данном случае вы оплачиваете только свой аккаунт, берете лидерскую позицию, а мама и брат пока ждут своей очереди. Да, хотел сказать участи и очереди, и вот так вот объединил одно слово, не логин. теперь вы подписываете личного партнера ЛП, да, вот этот вот желтый кружочек и там ЛП, это личный партнер. Вы продвигаете бист, продаете себя, создаете из себя свой бренд, и кто-то на этот бренд приходит, и вы уже ЛП, личный партнер. Вы подписали первых двух человек. Вы садитесь с ними, и вот так вот, глаза в глаза, вы говорите, слушай, если ты пришел, ну просто здесь посидеть и попробовать, я тебя оставляю в покое, жди продукт, начинаем пользоваться, получай результат, а там потом снова сядем. И пообщаемся, что ты дальше хочешь. Когда ты получишь результат, а ты его получишь однозначно. Но предположим, что человек скажет, нет, я хочу тут, ну вот, круто развернуться. Тогда давай, твоя задача очень быстро найти четырех личных партнеров, уже своих. То есть, я их называю партнер-партнера. То есть, вы предлагаете своему партнеру, партнеру первой линии, найти себе четыре партнера, которые заинтересуются бизнесом, которые заинтересуются продуктом, или заинтересуются тем и другим. И вы подскажете этому человеку, тот, кто просто хочет вот так вот плыть по течению, ему наш расклад не нужен. А тот, кто скажет, да, я хочу здесь большие деньги, меня это интересует, и я буду и пользоваться продуктом, и качать эту тему по-серьезному, вы скажете, тогда давай сделай себе тоже два клона. Их не проплачивать. Когда их нужно будет проплачивать, я тебе скажу. Все. Работают эти два личных партнера, они находят людей, вы работаете в связке, вы создаете этим партнером эффект третьего лица, вы делаете вспышки, но тут много всего интересного. Теперь вы находите третьего партнера, вы его регистрируете не под собой, а под своим плоном, и у вас появляется М1, а потом еще один М2, а потом еще один М3, а потом еще один М4. Тут тоже сложилось четвертое. ни в коем случае вы это не делаете своими деньгами, потому что это будет обмануть себя. Вы находите реальных партнеров, которым нужен продукт, которым нужен бизнес, которым нужны деньги, которым нужна карьера, которым нужно выползти из вот этой сумасшедшей зоны комфорта, которая вообще больше походит на болото. Тем не менее, М1, М2, М3, М4 это ваши личные партнеры первой линии, но вы их просто грамотно и умно подписываете под своим клоном, им нормально это объясняете. Мама, это я, но только мое второе место, и я буду вам помогать так же, как я бы помогал вам, зарегистрировав вас под себя. Кто-то, который не очень в этой кухне разбирается, скажет, нет, я хочу только под тебя, хочу быть в МЛП, нет проблем, зарегистрируйте. Те, которые понимают, что такое бинарный маркетинг, что такое командная работа, они скажут, да нет проблем, погнали. Итак, у вас на месте мама набралось 4 партнера. Вы быстро переключаетесь на место брата, и так же продолжаете рекрутировать людей, и у вас быстро или не очень быстро появляется В1, В2, В3, В4. Это тоже ваши люди, это тоже ваша первая линия, которую вы по своему усмотрению, либо по согласию, подписали под своим клоном, под названием брат. К этому времени уже вы помогли личным партнерам найти своих 4 человек. У вас появилось 4 партнера, на местах мама и брат, в электронных кошельках появились первые деньги. От М1, 37, 50 в долларах, разумеется, от М2 столько же, от М3 столько же, и от М4 столько же. Итого 150 долларов. На месте брат тоже 150 долларов. Вы заходите на место мама и внутренними деньгами делаете заказ. Вы заказываете продукт. Возникает вопрос, а нафига мне столько продукта. Отвечаю. Ведь вы, как вы уже поняли, что и на месте брат, вы тоже активируете это место и тоже заказываете продукт. Тогда человек скажет стоп, а мы же договаривались не затовариваться, мы же договаривались не делать из партнеров чуланы, не делать из партнеров какие-то склады, гаражи заполненные продуктами. Само собой, что нет. Но если вы приходите, я уже говорил об этом, в бизнес по-серьезному, то какой-то минимальный ассортимент продукта, который вы будете показывать и быть может даже продавать на рандеву, на каких-то домашних встречах, может быть вы дома организуете какие-то там пятничные презентации, быть может вы найдете несколько партнеров таких же правильно настроенных, таких же, которые мыслят на перспективу и арендуете офис, снимете там какую-то квартиру или какую-то комнату в офисном помещении и будете там также проводить какие-то презентации. Будут приходить люди, которые спросят скажи, а этот продукт у тебя есть? И вы скажете, вот этот продукт. И кто-то обязательно из присутствующих попросит вас этот продукт ему продать. И у вас всегда будет продукт под рукой. Он нужен. Потому что вы не можете постоянно демонстрировать какие-то надгрызанные блистеры. Я это называю надгрызанные шоколадки. Но неудобно проводить мероприятие и там будет блистер, из которого уже сегодня утром вы или там ваша вторая половина или может быть ваш взрослый сын доставали капсулы и их принимали. Вы продали упаковку либо вы продали сразу же комплект и быстро-быстро заказали новую, чтобы у вас был вот этот ограниченный ассортимент. То есть мама и брат стали активны. Ваши личные партнеры уже подписали по 4 человека и по маркетинг-плану срабатывает чудо какое вы зарабатываете автобонус. Вы зарабатываете 500 долларов. Вы зарабатываете 500 долларов. соответственно с места мама и с места брат у вас там остается и 150 долларов как правило где-то долларов 27 значит это еще примерно 50 у вас огромная команда у вас уже есть четкое понятие что такое система и вы просто каждому новому присоединившемуся лидеру показываете смотри я очень простыми действиями сделал очень мощную работу вот так просто вот так нормально вот так честно не перегружая себя тратами не вытаскивая из кармана деньги потому что это глупо всех вот так накачать именно своими деньгами ради того чтобы сработал автобонус и в бухов там на несколько тысяч вы заработали аж целых 500 долларов все эти люди за исключением мама и брат это реальные м1 м2 м3 м4 b1 b2 b3 b4 lp lp и у каждого еще по 4 pp вот такие аббревиатуры которые монетизируются в хорошие деньги если этот ролик был для вас полезным поставьте лайк и оставьте комментарий если все было сумбурно вам не понравилось поставьте дислайк и тоже напишите комментарий если вы хотите чтобы я помог вам в чем-то разобраться более углубленно стучитесь в личку все мои реквизиты под данным видео и you are welcome с вами был Таль Шах спасибо спасибо